Вопросы исторического поселения в Рио губернатора Вячеслава Федорищева и депутат Госдумы Александр Хинштейн обсуждают изменения облика города. Приступили к укладке верхнего слоя асфальта. На улице Алматинской продолжается ремонт проезжей части в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Рассказали об особенностях профессии кинолога и познакомили детей со служебными собаками. Самарский полицейский встретились с воспитанниками центра «Ровесник». Пели русские народные песни и исполняли традиционные танцы. В Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников культуры. Обсудили вопросы сохранения объектов культурного наследия и организации исторического поселения в границах Старой Самары. «Сносить нельзя восстановить» по решению высшего должностного лица, запятая нашла свое место в этом предложении. «Сносить нельзя». Какие проекты будут реализованы в историческом центре Самары, расскажем в нашем сюжете. Новая жизнь для Старой Самары. В Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и депутат Государственной думы Александр Хинштейн встретились с теми, кто стоит на страже исторического зодчества и архитектурного наследия города. Обсудили вопросы исторического поселения в Старой Самаре и развития территорий. Уникальность исторического поселения Самары в том, что сохранилась вся планировочная структура Старого Города, отметили на встрече. Слаженная работа общественников и властей позволит добиться поставленных целей. Я очень рад, что у нас в регионе Самаре есть команда неравнодушных, активных, инициативных и принципиальных людей. Верю, что у нас в регионе будет системная совместная работа другозащитной общественности, власти, в интересах людей, в развитии наших любимых персонажей. После презентации проектов развития городского пространства Старой Самары в Рио губернатор Вячеслав Федорищев прямо на встрече принял ряд важных решений и раздал поручения присутствующим. В том, я вам поручение. Выберите, пожалуйста, из всего исторического центра один объект, который самый важный, самый значимый. Они все важны. Мы первоочередной. Мы возьмем на себя обязательство принципиально его в течение трех лет восстановить. Мы как правительство, команда правительства, те люди, которые неравнодушны, работают вместе с нами. Это всего лишь первый шаг, за этим будет стоять очень-очень много работы. Но мы это вместе будем делать, вместе с вами. Помимо восстановления объектов архитектуры, важны механизмы их наполнения. Глава региона поручил собравшимся предложить варианты развития. По словам председателя ВАОПИК Самарского региона Нины Казачковой, результаты встречи превзошли все ожидания. У нас город-миллионник. И мы из их несколько всего таких городов в России, где столько деревянного зодчества, сохраненного. Понятно, что оно не новое. Но ему 100-140 лет. Понятно, что им нужно заниматься. Но вот настал как раз такой счастливый этап, когда мы все с вами можем друг друга поздравить и начнем просто работать и заниматься. Цель исторического поселения – не превратить центр города в музей, а сделать его функциональным и привлекательным для туристов и потенциальных инвесторов. Галина Топилина, Константин Головин. События. В Рео губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание правительства. Обсудили реализацию национальных проектов. Их в регионе 15. С 2024 года область участвует в новом нацпроекте – беспилотные авиационные системы. В рамках нацпроекта «Наука и университеты» ведется строительство международного кампуса IT-направления. На контроле реализации нацпроектов 149 показателей. В рамках нацпроекта «Образование» 39 школ региона до 15 августа будут оснащены компьютерами, принтерами и интерактивным оборудованием. В рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 280 школ региона будут оснащены государственной символикой. «Ты предприниматель» серии семинаров под таким названием стартовала в Самаре. Участники узнают, как зарегистрировать бизнес, какую систему налогообложения выбрать и как сформировать свой бизнес-план. После этого они смогут претендовать на грант в размере полумиллиона рублей. Подробности в нашем сюжете. Данил Ахмедшин пока самозанятый, но хочет открыть свой бизнес. По образованию IT-специалист. Разрабатывает мобильные приложения для разных сфер – от медицины до строительства. Сначала мы самозанятого открыли, посмотрели, как работает, не работает схема. И по итогу хотелось бы открыть ИП и в перспективе уже получить грант здесь конкретно. Поэтому он сюда пришел сегодня изучить, какие критерии нужны. О собственном бизнесе мечтает и Никита Трондин. Он заканчивает медуниверситет и уверен, что сейчас люди очень нуждаются в квалифицированной помощи психологов, которую готов оказывать через мессенджер. Наш проект – это СОУЛ, это платформа по поиску психологов в Телеграм. Масштабируется как раз наш проект, потому что деньги могут помочь нам в нашей, скажем так, раскрутке и масштабировании. И плюс, ну, сами понимаете, пока что мне 22 года, денег не так много, и для того, чтобы развить его до какого-то определенного уровня, бюджета личного не хватает. Сегодня для начинающих бизнесменов прошел первый из 12 семинаров курса «Ты предприниматель». На них участники узнают, как зарегистрировать бизнес, какую систему налогообложения выбрать и как сформировать свой бизнес-план. Старт очередной кампании дало Региональное министерство экономического развития и инвестиций, которое ежегодно предоставляет грантовую поддержку молодым предпринимателям. Возраст участников от 14 до 25 лет. Ребята до 25 лет – это совсем начинающие предприниматели. И в рамках обучения мы как раз прорабатываем с ними все основные точки развития бизнеса. Это и вопросы налогообложения, и вообще в целом финансовой грамотности, учета, отчетности, работы с сотрудниками, работы с целевой аудиторией. Просчитываем финансовую модель, бизнес-план помогаем составить. В качестве спикеров приглашены предприниматели со стажем не только из Самарской области, но и из других регионов. По итогам занятий участникам предстоит защитить свой проект. После этого они получат сертификат и смогут претендовать на грант в размере полумиллиона рублей на развитие бизнеса. Виктория Шара и Николай Епифанов. События. В России стартовала приемная кампания «Высшие учебные заведения». Для поступающих подготовлено более 620 тысяч бюджетных мест. Подать документы можно как лично, так и с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн на портале Госуслуг. Прием продлится до 25 июля. Зачисление в ВУЗа, льготников, целевиков, а также победителей и призеров Олимпиад пройдет с 28 по 30 июля. Основной этап зачисления для поступивших по ЕГЭ с 3 по 9 августа. Нововведением этого года станет обновленный механизм целевого набора через портал «Работа в России». В областной столице состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Уголовно-исполнительная система. Законодательство, политика, процесс». Ее приурочили к 30-летию Самарского юридического института в СИН России. География участников конференции насчитывает более 25 регионов с участием представителей из Казахстана и Республики Беларусь. Репортаж наших корреспондентов. Теоретики и практики ученые-правоведы и работники правоохранительных и надзорных органов. Около 100 участников из разных городов России и стран ближнего зарубежья собрались в Самаре на конференции «Уголовно-исполнительная система. Законодательство, политика, процесс». Конференцию посвятили памяти ученого, заслуженного юриста России, профессора Олега Филимонова и приурочили к 30-летию со дня образования Самарского юридического института в СИН России. Среди тем, которые обсудили развитие института пробации, который появился в стране с этого года. Система предполагает возвращение к нормальной жизни в обществе осужденных, а также тех, кто приговорен к наказанию, не связанному с лишением свободы и условно-досрочно освобожденных. В настоящий момент не так много осужденных, которые обратились в уголовно-исполнительную инспекцию за помощью в рамках пробации. Но со временем данное количество осужденных будет расти и осужденные будут обращаться за определенной помощью. Одна из тем – социализация женщин после освобождения из мест лишения свободы. Мы вместе с курсантами, с обучающимися проводили исследования у нас в ИК-1 в Синроссии Павлогорской области, где отбывают наказание женщины впервые осужденные. И там были и анкеты, и интервью, и беседы. И при том многообразии, которые были в ответах, мы все-таки выделили три основных группы. Вот закон о пробации, он помогает, потому что здесь будет действовать три вида пробации. Но в данном случае у нас здесь пенитенциарная и постпенитенциарная апробация. Завершилась конференция награждением сотрудников институтов СИН. Им вручили благодарности за высокие достижения в профессиональной деятельности, вклад в развитие науки и образования, а также подготовку квалифицированных специалистов в сфере юриспруденции. Августина Охременко, Николай Епифанов, События. Их служба и опасна, и трудна, поэтому о ней важно рассказывать дети. В Самаре ребята встретились с сотрудниками ГАИ и кинологического центра. Что рассказали подрастающему поколению блюстителей порядка, узнала Полина Чулякова. Патрульная машина, мотоциклы и служебные собаки. Сотрудники управления МВД России по Самаре побывали в гостях у ребят из комплексного центра социального обслуживания «Ровесник». Рассказали об особенностях профессии и ответили на интересующие вопросы. Мы рассказываем подрастающему поколению, как нужно вести себя, чтобы не повторяли какие-то ошибки уже, которые были, уроки жизни извлекали. Для тех, кто, возможно, хочет, либо не определился еще в жизни, хочет поступить на службу к нам, также рассказываем, показываем, объясняем. Детям, во-первых, нравится, собакам это очень нравится. Мы хотим рассказать о работе полиции, быть ближе к обществу и чтобы нас воспринимали как защитников и охранников и к нам обращаться не боялись. Такая встреча прошла в рамках ежегодной акции «Каникулы с общественным советом». Члены общественного совета совместно с разными подразделениями МВД организуют для детей профилактические беседы по соблюдению правил дорожного движения, безопасного поведения водоемов, а также беседу на тему правового воспитания несовершеннолетних. Я думаю, что это очень полезно для наших детей и, может быть, в дальнейшем даже для профориентации. Возможно, они пойдут в дальнейшем работать, получить образование в системе МВД. Впечатление очень даже хорошее. Когда я вырасту, я хочу стать гаишником, пойти в ГАИ, потому что это, конечно, и небезопасная, но в то же время и благородная профессия. Встреча также была приурочена к приближающемуся дню кинологических подразделений МВД России. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. В администрации Безенчукского района Самарской области наградили сотрудников вне ведомственной охраны Росгвардии. Они предотвратили возгорание жилых домов. Подробности в нашем сюжете. Трагедия едва не случилась в конце мая. Экипаж патрульной службы, дежуривший в поселке Безенчук, заметил дым в лесопосадке. Выяснилось, что горит тополиный пух и сухостой. Огонь быстро распространялся от заброшенных зданий в сторону жилых домов. Мы увидели начинающийся огонь. Взяли мы оттушитель свою из машины. Потушить нам не удалось. Мы вызвали корону группу. Вызвали также группу МЧС. Все приехали, все начали тушить. Потом местная жительница сказала, что огонь не поступил в норму жилых домов. Мы немедленно среагировали. Убежали все туда. Там две-две женщины из жилого дома давали нам воду, бедра. Ожидая прибытия пожарных расчетов, сотрудники Росгвардии отсекали огонь от жилых домов подручными средствами. Прибывшие пожарные потушили возгорание. Они были очень рады, что мы заметили, что это не пошло к их домам. Мы не растерялись, а приняли мне. Помощник руководителя Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области Татьяна Лядина в торжественной обстановке вручила Росгвардейцам благодарственные письма. А глава Безенчукского района Владимир Аникин заявил, что ценит вклад в дело охраны общественного порядка. Также патрульных поощрили ценными подарками. Виктория Шарая, события. Горячая работа под светом фонарей и автомобильных фар. В Самаре продолжается ремонт улицы Алма-Атинской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Минувшей ночью специалисты приступили к укладке верхнего слоя асфальта на участке от Олимпийской до Республиканской. Подробнее в нашем сюжете. Грузовик с подготовленным горячим асфальтом, бригада из восьми человек, катки и сам асфальтоукладчик. Все это составляющее для успешной работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Специалисты приступили к этому виду работы на улице Алма-Атинской. Ее приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Укладывают, как и везде, асфальт категория «ЩМА-16». Он обладает высокими показателями прочности, влага и термоустойчивости. Данная смесь является одной из новейших разработок в нашей стране. И основное положительное свойство – это удобная укладываемость и прочностные характеристики, которые позволяют гарантировать качество выполненных работ на протяжении пяти лет. Предварительно подрядчики выполнили фрезерование старого асфальта, которое позволило ликвидировать большую часть неровностей. На некоторых участках, особенно там, где дорога пересекает трамвайные пути, дополнительно уложат выравнивающий слой, чтобы не было перепада высот. Само трамвайное межпутье тоже приведут в порядок, как и тротуары. Пешеходные зоны тоже начали обновлять. На каждом этапе качество работ контролируют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Контроль ведется у нас практически круглосуточно. У нас есть технический надзор в лице организации МБУ «Дорожное хозяйство». Там есть все специалисты, необходимые для проведения этих мероприятий. Также существует лабораторный контроль. Поэтому при сдаче, при приемке работ по улице Ломатинска также будем отбирать пробы, будем проверять качество. И по результатам уже отбора проб и замеров будем принимать решение о приемке или не о приемке данной улицы. Местные жители также внимательно следят за ходом ремонта. Улица является очень популярным маршрутом. Она ведет и к жилым домам, и к предприятиям, и к учебным заведениям. Также горожане по ней часто выезжают за город, на дачи. Поэтому и ждут, когда ремонт будет закончен. Вечером идешь одно, утром идешь уже совершенно другое. Сдвиги есть, гладко идет, асфальт. Конечно, ждем с нетерпением, чтобы ездить по хорошим, доброкачественным дорогам. Полностью уложить верхний слой асфальта при благоприятной погоде планируют за четыре ночные смены. После чего дорогу отдадут под процедуру приемки. И если все будет выполнено качественно, то начнут наносить разметку на обновленное полотно дороги. Всего же в Самаре в этом году выполнено 60% работ, запланированных на этот год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. В Госдуме рассмотрят законопроект, призванный сделать донорство в России более популярным. Авторы инициативы предлагают приравнять доноров крови и ее компонентов к волонтерам. Это даст им возможность получать те меры поддержки, которые положены добровольцам. Среди таких мер оплата либо возмещение ряда расходов, поощрение и награждение за волонтерскую работу, финансовая, организационная, информационная, консультационная, имущественная и методическая поддержка со стороны органов власти. Число заявок на льготную ипотеку в июне резко выросло. У некоторых банков и брокеров прирост составил до 50%. На ипотеку с господдержкой в первой половине июня было отправлено на 70% больше заявок, чем в первые две недели апреля. По данным аналитиков, такой скачок спроса произошел на фоне новостей о завершении льготной ипотеки под 8% на строящееся жилье и об изменении условий семейной ипотеки. Причем самый высокий рост спроса эксперта наблюдают на IT-ипотеку. Полет эконом-классом по России подорожал за последнюю неделю почти на 4%. С начала года рост составил свыше 20%, сообщает Росстат. По данным службы статистики, изменилась и средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты. На прошлой неделе стоимость выросла на 1,5%. Поездки в санатории подорожали на 0,7%. Проживание в 4-5 звездочных гостиницах на 1%. С 22 июня увеличат количество авиарейсов из Самары в Сочи. Теперь их станет 27 в неделю. Дополнительные полеты будут по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Самары в 0,4-0,5. Прибытие в Сочи в 0,6-25. Обратно отправление в 21.15. Посадка в пункте назначения в 1,15. Как отметили в воздушной гавани, на маршруте работают 5 авиакомпаний. Напомним, что самарцы могут улететь из Курмуча прямым рейсом в 26 российских городов и в 11 стран. Счастливая семья – главная ценность российской молодежи. По данным ВЦИОМ, около 75% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет хотят создать гармоничную семью. Наши корреспонденты узнали у жителей Самары, какую семью они считают счастливой. Счастливая семья «Быть дружной, во-вторых, принимать во всех мероприятиях участие, которые проводятся для семьи. Ну, примерно вот так вот». «Главное, чтобы все зависели в хорошем плане друг от друга. Папа помогал маме, дети знали, что будет поддержка от родителей всегда». «В понимании, я не знаю, время вместе проводить, я считаю. Ну, просто в гармонии». «Нет разногласий, всегда хочется возвращаться домой». «Какая-то, наверное, гармония, уют в доме». «Главное, чтобы была любовь, взаимная, искренняя и уважение, конечно». «Счастливая семья, я думаю, это когда все вместе, когда у всех все хорошо, все здоровы». «Счастливая семья, она должна быть большая, довольная и со взаимопониманием». «Счастливая семья – это которая наслаждается каждым днем, очень любит своих детей, они много активничают и путешествуют. Для меня это счастливая семья». Песни, пляски и угощения в Самарском дворце ветеранов провели концерт в преддверии праздника Святой Троицы. В актовом зале собрались активисты обществ инвалидов со всей Самары. Развлекали гостей и творческие коллективы города. Что означает этот праздник для православных и почему важно хранить традиции, расскажет Ксения Баканова. «Россия – наша Родина, имена на Смородина, громко Росеусская, старушка наша Русская». Дружно, весело и душевно. В Самарском дворце ветеранов отметили праздник Святой Троицы. Это большое событие для любого верующего человека. Праздник символизирует три ипостаси Бога и является одним из ключевых в христианстве. Троица наступает на 50-й день после Пасхи и предшествует Петрову посту. «Ну это наш традиционный праздник, его никак нельзя забывать. Раньше он назывался праздник Русской Березки, а теперь уже, как говорится, ближе стал он уже и к православию. И надо пропагандировать все вот это наше русское и как можно чаще и больше делать русских традиций». Праздник Святой Троицы отмечают во Дворце ветеранов больше 10 лет. Обычно народные гуляния проходят на улице. Однако в этом году из-за жары формат было решено поменять. В актовом зале Дворца для зрителей выступили творческие коллективы. «Сегодня это возможность встретиться, собраться, увидеть друг друга. И праздник Святой Троицы – это праздник чистоты, скромности, обновления. Я сама родом из деревни и я помню те моменты, когда бабушки ходили по улице с березкой, славили природу, славили наши традиции, устои». Встречи на площадке Самарского Дворца ветеранов проходят регулярно и по самым разным поводам. «Бабульки-то они тоже поддерживают там, что по телефону, когда они вот так тут видятся, радуются. В глазах у всех молодость сразу появляется. Ну вот, так что вот, очень даже довольны. Нас встречают здесь все время очень хорошо. Прямо отлично. Спасибо». Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также узнать все подробности о действующих мерах социальной поддержки. Сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Телеграм-канал Куйбышевского района рассказывает, какие меры принимаются против стихийной торговли. С учетом жаркой погоды в местах, не оборудованных холодильниками, покупать скоропортящиеся продукты, например, мясо и рыбу, нельзя. Сотрудники отдела потребительского рынка и административной комиссии составили шесть протоколов. И такие рейды – ежедневная работа. Продолжается составление протоколов для их рассмотрения в административной комиссии. А затем нарушители наказываются рублем. 22 июня в день Троицкой родительской субботы состоятся завершающие в этом году организованные перевозки населения Самары к городским кладбищам. Перевозка на садово-дачные массивы в этот день осуществляться не будет. В пятницу и воскресенье перевозки по штатному расписанию. В Троицкую родительскую субботу с 7 утра до 16.00 будет временно ограничено движение транспорта по нескольким улицам, информирует городской департамент транспорта Самары. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин